18 декабря в Тюмени состоялся окружной этап международного фестиваля «Белая трость». Участники – слепые и слабовидящие артисты от 5 до 19 лет со всего Уральского федерального округа. Я пела еще в 2012 году в фестивале «Белая трость», но этот фестиваль проходил в Москве, и я пела с группой «А-студио». Когда мне исполнится, может быть, 20 лет или 18, ну, в общем, когда я немножечко еще повзрослею, я бы хотела стать известной певицей, спеть со многими звездами нашей эстрады, нашей российской эстрады, ну, и поучаствовать еще в каких-нибудь серьезных телевизионных проектах. Музыкальный фестиваль, в котором участвуют незрячие и слабовидящие дети, в нашем регионе проходит впервые. Организатором регионального этапа выступил Чеменский государственный университет. «Если говорить про само мероприятие, мы вообще сегодня взяли себе такую планку, чтобы изучить феномен инклюзивных фестивалей, чтобы изучить феномен, когда люди делают одно дело, делают это как в рамках фестиваля, так и организуют это дело». Талантливые ребята представили конкурсному жюри свои номера по вокалу и игре на музыкальных инструментах. Выступления были как индивидуальными, так и коллективными. «Мне не привыкать к таким фестивалям, но это не хпастовство, это скорее всего к волнению относится, я не волнуюсь. Но тут раз такие музыканты сидят, довольно-таки интригующий момент. Что будет с тобой, какая твоя судьба будет, это очень довольно-таки эмоциональный момент». В заключении концерта жюри торжественно объявило трех счастливчиков, которые примут участие в галоконцерте фестиваля «Белая трость». Финалистам выпала возможность защищать честь Уральского федерального округа на финальном туре во Всероссийском детском центре «Орленок», где для ребят будет организована тематическая инклюзивная смена с проведением мастер-классов по вокальному и инструментальному искусству. Екатерина Польщикова, Яков Смирнов. Специально для Евразион ТВ.